Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер какой там? Номер вот какой. 34. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стрих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Толкование блаженного филакта. То есть, изгоните сего блудника, или лучше прогоните и всех других нечестивцев, ибо старая закваска называют всякое зло. В греческом тексте сказано не просто очистите, но вычистите. То есть, совершенно очистите, да будете новым тестом, не имеющим примеси зла, так как вы бесквасны, вместо как и должно быть вам бесквасными, то есть, чуждыми старого зла, который при раскаянии оказывается и кислым, и горьким. Упомянув о бесквасных хлебах, опресноках, которые употребляемы были в пище на Пасху, и объявив аллегорически, что означает бесквасные хлебы, именно жизнь, непричастную зла, теперь аллегорически объясняет саму Пасху, и говорит, что наша Пасха есть Христос, закланный за нас. Итак, мы должны заботиться о бесквасных хлебах, то есть, о жизни, чистой от всякого зла. 1 Коринфянам 5 глава 8 стих. «Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Толкование. Показывает, что всякое время для христианина есть время праздника, по преизбытку сообщенных им даров, ибо для того Сын Божий сделался человеком и был заклан, чтобы ты праздновал не закваской ветхого Адама, и не жизнью полной зла, или что хуже лукавства, ибо зол всякий, кто делает злое, а лукав тот, кто делает его затаенной и коварной мыслью, то есть, провождая жизнь беспорочную или чистую, противоположность порочной, и чистую и истинную, то есть нелицемерную, без всякого коварства, противоположность лукавству, или в слове истинной можешь разуметь противопоставление ветхозаветным образом, которые не были истиной, ибо требуется, чтобы христианин был выше ветхозаветных образов, или еще под чистотой можешь разуметь чистоту в деятельности, а под истиной правильность в созерцании. 1 Коринфянам 5 глава 9 стих «Я писал вам в послании «Не сообщаться с блудниками»» толкование. В каком послании? В этом же самом. Ибо когда выше сказал «Очистите старую закваску», намекая на соблудившего, как было показано, то из всех слов уже видно было, что не должно смешиваться с блудниками. Но поскольку могли думать, будто должно удаляться от всех блудников, даже и от тех, которые были между эллинами, объясняет, о каких блудниках, говорит. 1 Коринфянам 5 глава 10 стих «Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего». Толкование. Слово «вообще» употребил для выражения общеизвестности предмета. А смысл такой. Впрочем, я не запрещаю сообщаться вообще с блудниками мира, то есть с эллинами, иначе вы должны были бы искать другой вселенной. В самом деле, когда в одном с вами городе живет так много эллинов, то как возможно не сообщаться с ними? 1 Коринфянам 5 глава 11 стих «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или излоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе». «Видишь, не один только был блудник, но и другие, и не один порог, а различные. Но каким образом брат может быть вместе и идолослужителем? Как некогда самаряне только в половину были благочестивы, так случилось и с коринфянами. То есть некоторые из них держались еще идолов. «Сверх всего апостол приготовляется говорить о тех, которые ели идоложертвенные. Хорошо сказал, называясь братом. Ибо всякий, кто виновен в вышеисчисленных грехах, носит только имя брата, а на самом деле не есть брат. Так, если кто, называясь братом, остается блудником и так далее. С таким даже и не есть вместе, чтобы он признал себя скверным по причине греха и удержался от него». 1 Коринфянам, 5 глава, 12 стих. «Ибо что мне судить о внешних и внешних? Не внутренних ли вы судите?» Толкование. «Внешними называют эллинов, а внутренними – христиан. Я, говорит, нисколько не забочусь о внешних, о них живут вне моих законов. Следовательно, излишне предписывать божественные повеления тем, которые живут вне двора Христова. Закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом». Римлянам, 3 глава, 19 стих. 1 Коринфянам, 5 глава, 13 стих. «Внешних же судит Бог. Итак, извергнете развращенного из среды вас». Толкование. «То есть апостол, сказав выше, что мне судить и внешних, теперь присовокупил. Нет. То есть не мое дело судить их. Но другие читают соединительно и с вопросом, не внутренних ли вы судите? То есть не христиан ли вы должны судить? Внешних же ожидает страшный суд Божий, от которого избавится внутреннее, если получит суд от вас. Привел на память изречение ветхозаветное. Смотрите, в 2 законе, 13 глава, 5 стих. «А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби злой среди себя». Толкование. «Желаю показать, что уже прежде угодно было законодателю, чтобы люди и нечестивые отсекаемы были от общества, словами из среды вас показывают, что более для них будет пользы, если извергнут от себя нечестивого». 1 Коринфянам 6 глава, 1 стих. «Как смеет кто вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Толкование. «Многие судились в денежных тяжбах перед эллинскими судьями, как законовецами его. Поэтому старается исправить это зло, которое представилось уму его случайно». «Ибо, помянув о любостяжателях, вдруг воскипел ревностной заботливостью о зараженных таковым грехом». «И смотри, какое негодование показывает с самого начала, называя это дело дерзостью и беззаконием. Не сказал у неверных, но у нечестивых. Ибо всякий тяжущийся обыкновенно ищет справедливости. Поэтому апостол показывает, что они не найдут ее, потому что они праведны. «Говорит судьи эллинские, как же они будут тебя судить справедливо?» «Святыми называют верных, с самыми наименованиями показывая различия между первыми и последними, ибо одни нечестивы, а другие святы». 1 Коринфянам 6 глава 2 стих. «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Мне пришлось долго судить. Когда было реабилитировано, изъято вернуть никак, решал даже Верховный суд СССР и президент Верховного суда. Поэтому у меня очень большой опыт в этом деле. Я пришел к выводу, что судьи могут быть только верующие. Неверующих близко допускать нельзя. Верующие такие, которые верят, что будет суд Божий. И неважно, кто будет православный, католик, мусульманин, буддист. Мы однажды, когда судились так вот, и в это время он сидит и говорит, «Вот вы, я гляжу, христиане, которые пакости делали, верующие, а я мусульманин, и я сужу вас, христиане, уже собой. До того интересно получилось. Ну а что сделаешь? Вас назначили раз здесь». Конечно, это неправильно, нехорошо, но вы видите, озверелые, лезут и клеветы разные. Они все проиграли процессы. Там нанимали людей, рисовали, что попало. Вот сегодня, как это, подобное с Куратовскому, из Филадельфи. То есть такое же бешенство, это их потомки такие есть. Газета «Московский комсомолец на Алтае», МК на Алтае. И вот нарисовали статья, там стоит черт с нагайками, вверху община Игнатия Лапкина, за все пришлось платить. За все. Их там так расшебурили, что который написал статью-то, он бежал, его не могли найти нигде, из Барнаула. А арестовал Курдюмов, а Федяев писал. Вот какое дело-то. В жизни всякое бывает. Ну, что ж ты, мусульманин. Судья правильно, по правде. Ну, и правду судил по правде. Неверующий не может быть. Если он неправильно судит, судья не спасется. Судья обязательно будет в аду сидеть, если он неправильно будет судить. Поэтому нужно, чтобы он... Я доверяю мусульманам, доверяю православным, доверяю буддистам, баптистам. Лишь бы верил, что суд Божий будет. Все. Толкование. Поскольку верные, как люди, не ученые, казались неспособными разбирать тяжбы, то сообщает им вес и важность. Во-первых, назвал их святыми, потом сказал, что они будут судить мир. Не так, впрочем, это должно представлять, будто они займут места судей и будут произносить приговоры. Судить будет Господь. Нет, они только осудят. В самом деле, если они, будучи подобны всем прочим, оказались уверовавшими, а эти не уверовавшими, то не осуждение ли это для неверных? Смотри, не сказал, от вас суд примет, а вами будет судим. Потому что вы, уверовавшие, были примером для мира. Изречения недостойны судить маловажные дела имеют такой смысл. Кажется, коринфяне стыдились быть судимыми от внутренних. Посему, говорит, напротив, «Стыдно вам тогда, когда вы судитесь у внешних, ибо эти судилища худые, а не такие, как и вы внутренние». 1 Коринфянам 6 глава 3 стих «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» Толкование. Ангелами называют бесов. Итак, мы и бесов осудим, если, несмотря на то, что обличены плотью, окажемся в совершении их, не имеющих плоти. 1 Коринфянам 6 глава 4-5 стихи. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего, не знающих в церкви». Каких? «Значащих в церкви». «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Толкование. «Желая отклонить их от внешних судилищ, говорит, «Может быть, кто-либо скажет, что в церкви нет никого мудрого, который мог бы разбирать тяжбы. Но если, по вашему мнению, нет в церкви ни одного мудрого, то лучше поставляйте судьями униженных, уничиженных, нежели верных, неверных. Впрочем, я сказал это к вашему стыду, если в самом деле так мало мудрых у вас, что суд производить должны люди простые и необразованные. Слова между братьями своими присовокупил для того, чтобы показать, что в таком случае, если бывает тяжба с братом, не нужны многоразличные сведения, потому что братское расположение всего более содействует прекращению спора». Понимаете, вот обстановка какая. Я веду занятия в Алтарском государственном техническом университете. 21 тысяча студентов. Дверь открытая, свободная. Веду занятия, допустим, восьмой год. Всего я 17 лет там вел занятия. Знать ничего не знаю, но патриархия страшно завидует. И вот приходит на наше занятие проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич. Как мне говорили, из всего профессорского состава это самый умный еврей. Очень хороший человек. И говорит, «Неприятное известие из вашей организации, епархии. Пришел человек, ну я узнал, Гончаров Сергей Михайлович, секретарь, и принес бумагу, чтобы меня выгнали с университета». Он говорит, «А зачем это? Вы как-то вмешаете им или что-то. Им на джу помещение, мы, говорит, дадим еще, то есть там много корпусов, огромные-огромные корпуса». Понимаете, какую бяку делают, ужас. Коммунисты даже не делали это. Ну я, конечно, услышал, на следующий день пошел, а ректора нет. Это ректор Евсегнеев Владимир Васильевич. А есть секретарь Мария Васильевна, она ко мне очень расположена, говорит, «Да, бумага была такая, но она бумага у него. Он сейчас приходит, мне уже сейчас туда не надо лезть, говорит, так он побоет, я бумаги лишнюю убираю». Мне сообщает, говорит, «Нет бумаги этой нигде». То есть, а тут вышла газета, «Гвозетия Алтайская правда», статья с моей фотографии, что у меня вышло столько-то книг, и они мгновенно сразу все это отняли. Я сказал, «Мне нужна копия этой бумаги-то». Копии-то нигде нету. Я говорю, «Ну а куда она могла деться?» «Куда?» «Да Владимир Васильевич, он ее порвал и выбросил». Я когда ему сказал, он говорит, «Да неужели же я пойду на это?» «Такая пакость». Вот по неволе приходится судиться, то есть мерзавцы. Люди приходят, студенты, преподаватели из органов ФСБ, краевая администрация. У меня очень широкие были занятия. Ни перед чем не останавливаются. Подлые, более подлые, чем потрясшие вот эти вот завистники у меня никого не было. И по сегодняшний день меня преследуют. И что они успели? Ничто. Их никого нету. Ни одного нету. Вообще никого нету. Внезапно, как вот вихрь прошел, вымел их, и все кончилось. Только могу молиться, ахать и охать. Исчезли все. Ну вот здесь Павел говорит правильно. Я совсем согласен. И говорит Феофилак правильно. Но в жизни бывает так к прекращению ссоры. К прекращению я должен тогда уйти оттуда. Но они и тогда меня не останавливают. Здесь. За мной всю жизнь они гоняются, как за зайцем гонщие собаки. Да. 1 Коринфянам 6 глава, 6 стих. Но брат с братом судится, и при том перед неверными, толкование, сугубое зло. Одно то, что он производится с братом, другое то, что он производится перед неверными. 1 Коринфянам 6 глава, 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть мелишения? Толкование. Прежде запрещал судиться у неверных, а теперь запрещает и самый суд, говоря, и то уже весьма унизительно для вас, то есть предосудительно и постыдно, что вы имеете тяжбы, то есть спорные дела друг с другом. Это значит слова между собой. Апостол сказал это с особенной поразительностью, ибо мы, христиане, должны почитать друг друга братьями. 1 Коринфянам 6 глава, 8 стих. Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Толкование. Много обвинений. Первое то, что они не умеют переносить обид. Второе то, что напротив, сами обижают. Третье то, что убежают братьев. Хорошо было бы, говорит, и не обижать, и не терпеть обид. Но если следует избрать одну из двух, то лучше терпеть обиды. 1 Коринфянам 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедные царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Толкование. Заключают у вещания угрозой, усиливая речь, и спрашивая их о предмете известно всем. Здесь намекает на тех из Коринфян, которые говорили, что Бог человека влюбив и не будет наказывать, но ведет в царство. Посему, говорит, не обманывайтесь, ибо в самом деле всякое явное самобольщение и заблуждение здесь ожидает всяких благ, а там подвергнутся казни. Ни блудники, того, кто уже осужден, ставят нам первом месте. Малакими называют тех, над которыми совершают постыдное. Живут они двое, геи там, эти мерзатцы. И вот один на другом, который роль женщины исполняет, вот это Малакие называется, Малакие, а этот называется Садомит. Садомит, мужеложник. В советское время статья была, и у Гитлера, у Сталина была статья, они ненавидели. А сейчас все это раскрыли, наоборот уже, если он не мужеложник, то его не поставят куда-то, и говорить нельзя было. То есть, мир готовится к сожжению, сейчас везде должны именно об этом, пропагандировать гей-парады, почему Бог сжигает Садом. Вот причина какая, то есть, приближается судный день. Первая Коринфоном, шестая глава, десятый стих. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, царство Божие не наследует. Толкование. Многие спрашивают, почему поставил пьяниц и злоречивых наряду с идолослужителями и с теми, которые совершают непотребные дела? Потому что и Христос признавал повинным гиене того, кто скажет брату своему безумный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22 стих. И потому опять, что иудеи от пьянства дошли до идолослужения. Далее теперь идет речь не о наказании, но о лишении царствия. Царствия же лишаются равно все таковые грешники. А будет ли различие в их наказаниях, об этом рассуждать здесь не место. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашим. Толкование. Размыслите, говорит, от каких зол освободил вас и какие блага даровал вам Бог. И вы подвержены были всем вышеисчисленным порокам, но Он очистил вас от них и не только очистил, но и осветил. Каким образом оправдав на вас сначала омыл вас, потом оправдав осветил не именем того или другого Учителя, но именем Христа и Святым Духом. То есть Троица даровала вам эти блага. Как бы сказав, что Бог осветил именем Христа и Святым Духом, выражает не другое что-нибудь, но именно Троицу. 1 Коринфянам 6 глава 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Толкование. Как и прежде говорил о соблудившем и скоро опять будет говорить о нем же, то вводит речь и о чревоугодии. Ибо о чревоугодии преимущественно происходит страсть блудодеяния. Итак, говорит, позволено мне есть и пить, но вредно для меня принимать пищу и питье не в меру. Я, господин над пищей и питьем, но если буду употреблять их не в меру, то из господина сделаю с их рабом. Ибо кто пользуется ими как должно, тот господин над ними. Напротив, кто впадает в неумеренность, тот уже не господин, арабах, а потому что в этом случае пресвящение делается его тираном. Видишь ли, как того, кто почитал себя властелином, апостол показал подвластным. Смотри, каждый из коринфян говорил, мне должно предаться наслаждением, а апостол говорит, ты предаешься им не потому, чтобы имел власть над ним, а потому что сам подлежишь их власти. Ибо доколе остаешься невоздержанным, не ты имеешь власть над чревом, но чрево над тобой. Вот мне пишет сегодня один, но я не буду скрывать, когда я увидел его фотографию, я понял, что сластолюбец и, видимо, с блудом себя. Он сегодня открылся, и человек, и ты говори, да, я такой вот и есть, и ничего не могу с собой сделать. И никто не подсказывает. Я говорю, рецепт очень простой, ни одной копейки не стоит, наоборот, экономный. А какой? Три дня не пей, не ешь. Один день маленько сухаря поешь, потом еще три дня не пей, не ешь. И так десять раз. Месяц кончится, ты посмотри, что с тобой будет. Какой вес? Я посчитал, говорю, у тебя минимум двадцать килограмм сала, сала вонючего, в котором живет дьявол. Выгони его оттуда, уничтожь сало, ему негде будет жить. Так он благодарит меня, уже раза три благодарил. Так ты еще подожди благодарить, ты еще возненавидишь меня? У меня был такой один баптист здесь, и все, согласился. Все, поехал домой. До дома не доехал, полдня не попастился с фрунзи, и все, голова закружилась, да какая-то вера, да это невозможно, и все, свалился опять баптистом. Вот и все, причина там, в чем утроба, все разрешается. А православная вера, это чистота православная вера, посты, воздержание, целомудрие. Поэтому те, которые над православием изгаляются, то они крошки православные не исполняют, ни правила, ни канона. И Господь говорит, если хотите узнать от себя, я говорю, или от Отца Небесного, вы узнаете, если будете исполнять, практически. Я встал исполнять, мне нравится там что-то, какое-то учение. Уже через неделю я вижу, что человеческое, мудрое, но человеческое. Вот сегодня мы как раз говорили про Распутина. За что его так возненагодили евреи? Гитлера понятно, он угнал. Здесь он ни одного еврея не трогал. Вообще необъяснимо. Необъяснимо. Лично я считаю, этот холокост был в большинстве своем это за Распутина. Вот тут они теперь как детей ведут, как там расстреливают, видят, и может кое-то пришел покаянив. Сто лет не могут успокоиться. А почему? Слишком велик человек для России. Хорошо. 1 Коринфянам 6 глава 13 стих. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Толкование. Чревом называют чревоугодие, а не член нашего тела. Пищей же неумеренное употребление пищи. Итак, смысл слов такой. Неумеренное потребление пищи находится в дружбе и родстве с чревоугодием, и наоборот. И то, и другое не может привести нас ко Христу. Напротив, преданных себе пересылают взаимно одно к другому. Неумеренность к чревоугодию, а чревоугодие к неумеренности. Не чрево, но чревоугодие, и не пища, но неумеренность пищи. В слове уничтожит некоторые видят предсказание о состоянии будущего века. То есть, что там не будет нужды ни в пище, ни в питье. Если же там и умеренное употребление пищи не будет иметь места, то тем паще упраздняет неумеренность и чревоугодие. Сказав, что вместе с упразднением пищи, упразднится и чрево, выразил ту мысль, что вместе с насыщением прекращается желание большего. По словам же других, он запечатлел свое увещание молитвой о том, чтобы упразднились, то есть, прекратились и неумеренность и чревоугодие. Апостол говорит о чревоугодии по поводу речи о блуде. Ибо следовало бы сказать так, тело же не для брашен и не для чрева. Но он не так сказал, а как? Не для блуда, показывая, что бывает следствием телесных наслаждений, именно блуд. А смысл слов его такой, тело, говорит, не для того создано, чтобы утопать наслаждениях и впадать в блуд, но для того, чтобы уповиноваться Христу, как главе своей, а Господь управлял им, как глава. 26. 1 Коринфянам 6, глава 14 стих. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей толкованием. Не смутись, услышав, что Бог воздвиг Господа. Ибо апостол говорит так, снисходя к ним, как к младенцам. И поскольку отцы, как источники, все единодушно имели самые высокие понятия, то и воскресение относит апостол к Отцу и объясняет, что и Он нас воскресит. Ибо как Он воздвиг главу нашего, разумея Христа, так воздвигнет и прочие части тела, то есть нас. Далее подтверждение своих слов присовокупил силою Своей. Как бы так говоря, не усомнитесь в том, что говорю, ибо сила Божия, совершающая великие дела, исполнит и это. А что воскресение, Христа относит к Отцу как к виновнику, это видно из того, что говорил Господь о себе самом. Разрушьте храм сей и в три дня воздвигну его. Евангелие Таана 2 глава 19 стих. И еще о нем же написано, что Он явил Себя живым. Деяние 1 глава 3 стих. И так, хотя Он и Сам воскресил Себя, но это дело приписывается к Отцу как к виновнику. 1 Коринфянам 6 глава 15 стих. Разве не знаете, что тела ваши сут члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Толкование опять обращается к прежде предложенному увещанию относительно блуда. Между тем вооружает слово своими великими ужасами. Не сказал соединить с блудницей, но что ужаснее сделать членами блудницы? В самом деле, кто не ужаснется, слыша эти слова? То есть, отторгнуть члены у Христа и сделать их членами блудницы? 1 Коринфянам 6 глава 16 стих. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано два будут одна плоть. Толкование. Показывает сказанное, то есть, таким образом члены Христовы делаются членами блудницы. Через сообщение говорит, мужчина делается едино с блудницей, потому и члены его, которые были членами Христовыми, становятся членами блудницы. Далее. 1 Коринфянам 6 глава 17 стих. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Толкование. Смотри, как и с самыми наименованиями блудницы и Христа продолжает и усиливает обвинение. Говорит, что соединяющийся с Господом делается не иным, чем как духом, так, как не совершает ничего плотского, то есть, становится духовным, ибо соединение с Господом подает ему освящение духа. Показал в этих словах и то, что каким образом верные делаются с членами Христовыми. 1 Коринфянам 6 глава 18 стих. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Толкование. Предписывает бегать блуда, как некого гонителя, от которого мы ни на одну минуту не можем быть безопасными, и напрягать все силы к тому, чтобы удерживаться от онова. Блуд говорит осквернять все тело, поэтому это соблудившие обыкновенные в бани ходят, свидетельствуя тем, что тело их осквернено. Итак, блудник грешит против самого тела, оскверняя и грязня оное. Хотя и убийство кажется, телом же совершается, однако оно оскверняет не все тело, ибо можно бросить или камнем, или деревом, или другим каким-либо предвеществом, но сделать блуд без тела невозможно, поэтому оно всегда оскверняется. Впрочем, у апостола было намерение представить тяжесть этого греха в величинном виде, так как его касается настоящее вещание. Ибо блуд отнюдь не есть порок, худший из всех прочих пороков. Знай, и будруги решения по этому предмету. Таково следующее решение. Блудник грешит против собственного тела в том отношении, что смешивается не по желанию произвести детей, как при совокуплении закона женой, но напрасно портит его излиянием семени и тем обессиливает его. Другое решение. Блудник грешит против женщины, с которой смешивается, так как она становится через это его телом. Впрочем, если смешивается с нею незаконно, то грешит против нее. Впрочем, решение великого Иоанна Златоуста лучше всех. Разумею, первое решение. Далее некоторые уизвеляют сомнения, спрашивают, что же, зависть разве не сушит тело? И разрешают опять этот вопрос так. Зависть есть страсть, а не действие. Апостол же говорит теперь о действии, ибо вот его слова, всякий грех, какой делает человек, а не о страсти. В самом деле, зависть не производится нами, но бывает в нас.